Саляму алейкум, урахматологи в баракету, с вами Умалик. У нас сегодня с вами очередной урок, в котором мы изучаем ссуру Аль-Фатиха. Напоминаю вам, чтобы вы подписывались, делились благими знаниями, ставили напоминания и комментировали, выполняли задания, тренировались и улучшали свое произношение и чтение ссуры Аль-Фатиха. Мы с вами продолжаем изучение четвертого аята и третьего, последнего слова в этом аяте. Это слово Аддин или Аддини. Посмотрим, какие у нас есть буквы. Во-первых, у нас первая буква здесь – это алиф с значком, который нам говорит, что это хамзатулосль. Хамзатулосль, как мы помним с вами, она не читается в потоке речи. Ну, так как я начала свое чтение с этого слова, да, я говорю А, А, Аддин. Но если мы соединим с предыдущими словами, да, в частности, словом, которое перед ним было, ЯУМИ, тогда я не буду произносить эту букву. ЯУМИ ДИН, да, ЯУМИ, и потом перейдем аж на третью букву из этого слова. Далее, после хамзатулосль у нас идет лям. Лям мы видим с невидимым суконом, который, опять же, нам подсказывает, что это лям не читается. И следующая буква над ней, мы видим удвоение, да, то есть это из солнечных букв. И вспоминаем правило солнечных букв. В этом случае лям не читается, а удваивается по следующих буквам. Итак, как и с предыдущей буквой, как и хамзатулосль, мы ее читать не будем в потоке речи. Но в отличие от хамзатулосль, которая при начинании хотя бы будет читаться, то лям ни при начинании, ни при продолжении не читается. Да, если я начну с этого слова, я скажу АДИИН, да, то есть не говорим АЛЬ ДИИН, так неверно. И если соединю с предыдущим, тоже ЯУМИДИИН, да, то есть тоже мы ее не читаем. Вот. Следующая буква это ХАРФЛЬДАЛЬ. ХАРФЛЬДАЛЬ, это харф, во-первых, он в удвоении, да, мы видим над буквой ДАЛЬ удвоение, что говорит о том, что мы должны его прочитать удвоенным. Плюс это ДАЛЬ с КАСРЫ. КАСРА обычно смягчает букву, и в этом случае так же. Но так как у ХАРФЛЬДАЛЬ есть эквивалент его такой глухой буквы, это буква ТА, часто ошибаются, вместо ДАЛЬ, в удвоении, еще с КАСРАЙ произносят букву ТА. Поэтому внимательно, чтобы такого не допустить. Это очень частая ошибка, практически 90% из начинающих произносят вместо ДАЛЬ ТА. Говорят ЯУМИДИИН. И помимо произношения, да, что искажает чтение, в этом случае еще и значение, как бы ДИИН – это религия, переводится, а ТИИН – это инжир, да. Получается, вместо ЯУМИДИИН, как бы ДИИН, да, имеется в виду судный день, и вместо этого слова, если там будет инжир, как бы совершенно другой смысл, вообще далекий от того, который здесь есть. Поэтому очень внимательно здесь в произношении вот этой буквы. Да, когда мы с вами разбирали первый аят, у нас там было РОВБИ, и вот описание буквы Б очень похоже на описание буквы ДАЛЬ, здесь, в удвоении, тоже буква ДАЛЬ, как ЕБА, у нас в удвоении первая из этих букв, она вот явно не будет слышима, да, так как все, что вот этот поток, да, звука, он прекращается, или получает преграда, да, вот этот МАХРАДЖ, когда у нас поднимается язык для произношения этой буквы. Поэтому АД, да, мы говорим АД, ДАЛЬ не слышим, мы не говорим АДИДИН, да, это неверно. АДИ, слышим такой поток звука, как будто скопился за языком, да, где мы присоединили, чтобы произнести букву ДАЛЬ. Небольшое такое вот ощущение, что там есть. При этом не нужно сильно очень впивать язык в, да, когда вы поднимаете, потому что это тоже искажает АДИ, АДИ, и из-за этого может оглушаться. Опять же, на какой-то элемент схожий с буквой ТЫ получается. Поэтому умеренность и даем как бы ОЗН, да, то есть даем ему этот вес буквы, то есть мы ощущаем эту букву за счет фиксации времени, фиксации в МАХРАДЖе. АДИ, и четко здесь, конечно, тоже ошибка часто бывает, даже если уже ДАЛЬ, ну, или даже ИТА получается вместо ДАЛЬ, то говорят еще гласовку АДИТЫ, или АДИ, И, да, нет, ДИ, АДИ, АДИ, кончик языка, старайтесь, чтобы у вас сразу опустился вниз, да, АДИ, и тогда МАХРАЛА КАСРА получится верным. АДИ, АДИ, ну, еще долго мы не дошли. Значит, фиксируем на ДАЛЬ, где она с СУКУНом, и затем говорим ДАЛЬ с КАСРАЙ. АДИ, АДИ, так, и затем мы видим, что после ДАЛЬ с КАСРА у нас идет Я, и над этой Я мы не видим никакого знака, да, никакой огласовки, то есть СУКУН здесь невидимый, и мы помним, что он бывает невидимый, или эта буква, допустим, не читается, или с ней какое-то изменение может быть, или это долгий, да, здесь вот долгий как раз. Перед ней КАСРА, это буква Я, и мы протягиваем эту КАСРАЙ всё дольше, да, при этом у нас нету явного, такого сильного, ощутимого, ну, ощутимой точки нажатия, да, то есть МАХРАДЖА. У нас МАХРАДЖА этой буквой – это АЛЬДЖОВ, то есть полость рта, и мы должны ощутить, как звук вот свободно, не фиксируясь на какой-то конкретной точке, выходит. Единственное, то как КАСРА или Я, да, она имеет такой исчерак, как бы вспомогательные какие-то движения, которые связаны с буквой Я, а про букву Я на прошлом уроке я вам говорила, когда про букву Я, да, в слове Я умею, я вам говорила, что середина языка, и у нас как бы боковые, вот эти части середины языка, да, которые по краям как бы идут, они приподнимаются легонько. Вот когда мы говорим Я, мы это ощущаем сильнее, а здесь прямо вот легкое-легкое, прямо касание практически легонько, чтобы форму создать такую, чтобы звук был Я долгий, да, а не какая-то другая. Поэтому это тоже следует учитывать. АДИ. ДИ, 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 да, такое будет у вас прям точечное касание ощущаться, да, но напоминаю, оно намного не такое интенсивное, слабее, да, чем с Я, которое конкретный маха жмёт. Здесь мы при продолжении, если мы не останавливаемся, мы тянем, это всего лишь два хараката, да, харакаты мы брали с вами два или три урока назад, и вы это помните, как измеряем. Это в случае, если мы не останавливаемся, мы два хараката говорим, да, если бы мы не остановились. Но здесь мы знаем, что у нас есть остановка, и про это, иншало, и про все особенности соединения мы с вами поговорим на следующем уроке. Также мы видим харф нун с касрой. Уже у нас эта буква была плюс с касрой, когда у нас было например в слове арвахнани и мы о ней говорили. Поэтому не будем останавливаться на ней. Если какие-то вопросы будут, всегда вы можете написать под видео и я постараюсь о них сказать или ответы на эти вопросы в следующем видео. Призываю вас к тому, чтобы вы выполняли домашние задания. Здесь обратите внимание на все примечания, потренируйте все буквы, тренируйте силу нажатия, чтобы она не была чрезмерной, потому что часто все-таки склоняется к чрезмерности чем к слабости. То есть желание что-то вот или мысль о том, что это сложно начинает работать против вас. Поэтому делайте дуа. Иншаллах облегчит вам чтение, произношение каждой буквы. Просто нужно стараться и уделить этому должное внимание. С вами была Уммалик. Напоминаю вам, что вы подписывались, делились, комментировали, распространяли благие знания. Благодарю вас, что вы были со мной. Жизаكم Аллаху خейра. Ссаламу Алейкум и Рахматуллаху и Рахматуллаху. Продолжение следует...